Всем привет друзьям, подписчикам и случайным зрителям. Меня по-прежнему зовут Давид Усубов. Это мой новый тип видео под названием Video Life. Но о нем немножко позже. А сейчас поехали. На часах 7.30 я примерно минут 20 назад только проснулся, быстренько умылся, сделал себе чай, липтон. Это не реклама. После того, как я сделал чай, я вышел на балкон подышать свежим воздухом. И тут я увидел нечто. А теперь посмотрите туда. У нас выпал снег, ёпта. Да, какой-никакой, ну да, его мало. Можно сказать, что его почти нет, но все же это снег. И все же, когда я только-только увидел эту картину, сразу же появилась улыбка на лице. И появилось такое праздничное настроение. Мне сразу захотелось, короче, нового года. И вообще, короче, в душе появился праздник. В общем, как бы вот так. Вот так вот я сейчас одет. Чельняшка, чисто как бы моряк, все дела. Сегодня я хочу для вас снять, вам показать некоторые моменты сегодняшнего дня. Потому что сегодня у меня по плану намечается как бы фотосессия. Потом я поеду, заберу наклейки новые от проекта Табачников Project. Поэтому, как бы я так решил, чтобы вы были в этот день со мной вместе. И чтобы это вы все увидели. Поэтому, как бы, если вы смотрите это видео, то вы вообще прям молодец. А если поставите лайк, то вообще прям красавчик. Друзья, так как сегодня пятница, я бы хотел коротко подвести итоги уходящей недели. Как я и предполагал, тролли оказались сменными только у экранов своих мониторов. Никто из тех, кто обещался приехать, так и не приехал. Все те, кто звонил мне с неизвестных номеров, я сегодня ждал вас на назначенной месте и так и не дождался. Напоследок, хотелось бы сказать спасибо всем тем, кто поддерживает наш проект. И спасибо вам за какие теплые слова, которые вы напишите вконтакте и на сайте. Хотелось бы передать отдельный привет для Алматы, Грузии и Беларуси. Ну вот, я, значит, дома плотненько покушал и сейчас иду на фотосессию. В общем, для тех, кто не в курсе, на какую я сейчас иду на фотосессию, я сейчас вам расскажу. Значит, фотосессия для журнала, для автомобильного. Журнал называется, значит, Автомир. Так как у меня уже, как бы, опыт в фотосессиях есть, поэтому, как бы, мне позвонили, предложили. Конечно же, за определенную оплату я согласился, тем более, как бы, на сегодня никаких планов не было, поэтому. Фотосессия самый такой оптимальный вариант. Значит, нужно для журнала сделать всего лишь три фотографии. То есть, как бы, это основные. Сейчас я уверен, что я пошла нахер. Сейчас я уверен, что я пойду на студию и мы сделаем фотографии, наверное, 100 или 200, примерно так. И придется из вот этих 200 фотографий выбрать, значит, три такие более-менее нормальные, подходящие. Значит, кто хоть немного разбирается в сфере, значит, модельного бизнеса, тот, ну, как бы, понимает, о чем я говорю. То, что нельзя просто прийти, сделать 10 фотографий, да, и чтобы не все получились, как бы, идеальные, и чтобы они сразу подошли. Такого не бывает. Такое может у вас получиться только, когда вы фотографируетесь для себя на телефон. А если брать по-профессиональному, то там, как бы, такая тема не канает. В общем, подхожу я уже к фотомастерской, сейчас уже будем фотографироваться. Значит, вот такие вот они фотографии делают. Довольно-таки на профессиональном уровне. Вот тут вот уже придется камеру спрятать, потому что тут работают люди гордые или скромные, которые, ну, как бы сказать, стесняются объективов. Ну что ж, друзья, пофотографироваться, все прошло супер. Сделали фотографии где-то 50-70, в принципе, как бы, нормально. Отобрали 4 нормальных, скинули мне их на диск. Теперь мне их нужно, как бы, отнести в фоторедакцию, чтобы уже, как бы, отдать на распечатку. И уже где-то в конце зимы уже журнал выйдет с моим фото, поэтому ждите. Кто хочет, может купить, в принципе, как бы. Так, друзья, ну все, я уже, как бы, приехал, уже фотографии отдал, забегался, запыхался, а все потому, что, короче, сейчас без автомобиля. Машину продал, и приходится ездить на автобусе, пешком ходить. Это, как вы знаете, очень-очень накладно, и, как бы, тот человек, который ездил на машине сначала, а потом стал резко пешеходом, то, короче, ему очень сложно. Так, друзья, ну все, в общем-то, фотографии отданы, одно дело сделал, а теперь нужно поехать решить проблему с наклейками, вторая партия приходит, короче, нужно поехать получить. Здравствуйте, я уходу в наклейку. Ну, значит, наклейки забрал теперь, те, кто заказал, сегодня отправили, где-то через 2-3 дня их получат, а кто не заказал, заходите на сайт, заказывайте быстренько. Доставляем очень быстро, и наклейки качественные, держатся на автомобиле долго. Ну, в общем-то, главную работу выполнил. А теперь, значит, нужно добраться домой, потому что я, опять-таки, проголодался, нужно покушать. И сегодня, насколько я знаю, вечерком, значит, меня ждет кальян. Договорились, что сегодня вечером у Боди собираемся и курим кальян. Ну, в общем, я не знаю, будет это или не будет, но надеюсь, что все в силе. Так, ну что ж, друзья, приехал домой, пока еда готовится, решил с вами немножко поговорить, значит, замерз немного. На улице, значит, действительно, как бы прохладненько, ну, как бы, не знаю, лично я, как бы, замерз. Все основные дела, те, которые должен был решить, я решил. Фотографии мне сказали скинуть на почту где-то вечером, то есть я уже вам смогу их показать, как бы, готовые. Еще раз хочу вам показать наклейки. Значит, вот они наши наклеечки, тут 24 штуки. Значит, заказано всего лишь там 3 или 4 штуки, я точно не помню. А, в общем, все остальные, как бы, остаются на продаже, они, ну, как бы, будут продаваться на сайте. То есть в любой момент вы можете зайти на сайт и заказать, как бы, любое количество, какое вам надо. Друзья, есть офигенная новость. Мне только что на почту пришел проект, над которым мы работали примерно месяц, а именно заставка для программы ЕДИМ-ТВ. Предлагаю сейчас на нее взглянуть. В общем, как бы, вот такая вот заставочка. Теперь она будет появляться на каждом выпуске программы ЕДИМ-ТВ. Поэтому ждите. В планах есть еще много разных разработок. Над ними еще пока работаем. Они еще очень сильно сырые. Их нужно довести до ума, а потом уже, как бы, может что-то получится нормально, как бы, толковое. Очень часто именно, как бы, и личные сообщения, и где только можно, и в комментариях, люди спрашивают, когда будет следующий выпуск ЕДИМ-ТВ. Потому что, действительно, я их понимаю. Уже, как бы, месяц не выходят выпуски, там, по своим обстоятельствам. Могу с точностью сказать, то, что следующий выпуск ЕДИМ-ТВ выйдет примерно через дней 5. Это точно. Пока не знаем, на что, на что будет обзор. Но через 5 дней выпуск. Точно будет. Всем привет. Это второй день моего лайв-видео. Сегодня у нас тоже фотосессия. Только в лесу. В стиле классики, короче. Вот я одел рубашечку, пиджачок. Значит, туфельки, все как положено. Сейчас иду за главным фотографом. Значит, сегодня в роли фотографа Богдан. Друзья, в общем, планы-то немного изменились, и место встречи поменялось. Теперь, как бы, если я и шел к Богдану, да, то сейчас мы договорились встретиться на нейтральной территории. И потом пойдем кого-то фоткаться. Кстати, место в фотосъемке тоже изменилось. Хотели поехать в лес. А потом как-то, блин, я не знаю, что-то не получилось. И решили где-то, тоже тут не подали, пофотографироваться. Да и все. В общем, сейчас стою до Богдана. На заднем фоне, если видно, Багира. Это не реклама. Это просто так получилось. Короче, это такой фон выбрал. А так-то не обращайте внимания. Не обращайте внимания. Это, ну, ни на одно без наших видео нет рекламы. В общем, я уже подхожу к месту нашей встречи. А, вот я уже вижу Богдана Медведенко. Что, блядь? Друзья, кто из вас помнит такие цены на бензин, ставьте лайк, кто из тех времен. Вон уже, я вижу, Богдана Медведенко. В общем, судя по его виду, я думаю, что он тоже снимает видеовлог. Сейчас вам покажу то место, где мы решили все-таки пофотографироваться. Само по себе оно немножко жуткое. Ну как, летом тут красиво, но зимой оно больше напоминает фильм ужасов. В общем, как будто, короче, мой фотограф. Здорово! Куда ты убегаешь? Собака-моба. Здорово! Это... Что ты именно это вместо выбрал? Объясняю. Объясняю. Посмотри, реально уже все-ка темно, мы в лес не успеем доехать. А сады, блядь, весьма нормальный вариант. В принципе, да. Я веду с обува, по классический стиль. Ну, я так подумал, а почему бы и не воспользоваться садами? Я очень сильно не люблю, когда кто-то еще вместе со мной снимает влог. Потому что слышно на заднем фоне его голос, и мы, они пересекаются, и получается такая каша. Друзья, на самом деле, на садах мы снимали очень много видео именно вот здесь. Те, которые только я помню, то это Давиду Супову мыслить духовно, потом Давиду Супову трэп, это когда я вот там, он чуть-чуть не упал, на вот той дорожке там танцевал. И здесь больше вроде как бы видео я не помню, но знаю точно, что фотосессии здесь пошло просто немеряно. Именно своим участием. Приступать. Говорит мне, блядь, давай раздевайся, он моё. Не говорит такое. В общем, приступаем к процессу фотосъемки. Вот тут мне надо уже камеру выключить, потому что... Опасно. Это, надо на... Это по-круппе украински будет налаштоваться, блядь. Оба, но настройка может? Да. Не, налаштоваться. Блядь, пускай будет налаштоваться. И это. В общем, на видео сейчас должны тут промеркнуть 3-4 фотографии именно с оттуда фотосета. Но их не будет. Но их не будет. Спойлер. Спойлер, но их не будет. Всё. В общем, фотосесс не удался, потому что действительно зимой. И сейчас мы в этом убедились, что на улице очень быстро темнеет, потому что мы прошли буквально метров пятьдесят. Примерно где-то так. И всё. И на улице просто потемнело, прям на глазах. Приняли решение, значит, сейчас пойти домой, покушать и покурить кальян. Потому что вчера не получилось. Вчера у нас кальян не получилось покурить, и мы решили сегодня эту проблему... Ну, это... Да, эту проблему, грусти, решили сегодня исправить. А сейчас мы можем наблюдать за тем, как обычное лайф-видео превращается в летсплее. Так, значит, сейчас там как бы проходит загрузка. Ну, в данной игре. У меня вот на вот так загрузку долго идёт, да? В Москве девка 16 лет, как её зовут? Веспей снимает. Ээээ... Спилбер. Нашел Саша Спилбер. Спилбер, ты шлюха. Я очень долго думал и хотел придумать какое-то логическое окончание этому видео. И так как времени было мало, и я ничего не придумал. Я решил снять окончание видео в той же самой одежде, в которой и начинал это видео. В общем, всем пока. Ждите нового видео. С вами был Давид Усубов. Кушайте фастфудах и отращивайте живот. Субтитры сделал DimaTorzok